ну что ж рад приветствовать вас на нашем вебинаре вебинар мы проводим непонятной периодичностью но на самом деле ближайшее время да мы запускаем историю что вебинары будут каждый каждый месяц будет каждый месяц русскоязычный каждый месяц англоязычный может кстати на англоязычные наши вебинары также подключаться информация на ком сайте естественно есть и в этих вебинарах постараемся рассказать вам о том чего собственно говоря у нас нового выходит потому что уж как-то вот убрал как-то у нас много всего разного и мы очень часто забываем поделиться информацией что вышло что-то новое вот соответственно по программе если у вас есть какие-то пожелания и все прочее ну честно вебинар наверное могут просто пропасть ваши замечания хотя у нас тут сидят сотрудники маркетинга который все записывает подробно что происходит если у нас есть вопросы по работе программы все же я рекомендую в суппорт сегодня у нас тема это новое клиентское новое клиентское приложение версия 7.3 которая в принципе уже может доступна для скачивания на нашем сайте она же войдет в релиз 4.4 так вот новое клиентское приложение которое ну как новое мы решили назвать его новым по факту она уже год доступна для скачивания естественно этот год прошел не зря благодаря собственно вам как пользователям клиентское приложение существенно обновилась много чего нового появилась появились всякие вещи связанные с с тем что лечили ошибки добавляли какие-то новые в новый функционал который собственно говоря и должен быть там какой-то там вообще не должен быть потом покажу и все это официально ожидается в сервере 4.4 который выйдет в течение двух недель клиентское приложение доступно скачивается работает вот она только что скаченные сайта установлено и выглядит как обычно видео еще раз повторюсь видео мы захватываем потому что сразу и показываем ваше видео ну во первых потому что как бы чё еще вам показывать кроме своего красивого видео это важно а второе что видеокамера должна быть захвачена нами для того чтобы сторонние приложения которые в этот момент захотят использовать камеру не подключились и не повлияли на вашу видеосвязь когда у вас запущен клиент камера эксклюзивно захвачена вот в данный момент если там параллельно сам запустится любое приложение использующие веб камеру ничего не получится тут правило очень простой кто первый захватил устройство кто выдержит тот его не отпускает соответственно как как я говорил если у вас поступит входящий звонок в данной ситуации вы его соответственно получите в момент когда вы сворачиваете камера отпускается мы раньше кстати так не было но по просьбам клиентов мы это добавили клиентское приложение естественно состоит из собственно видео и адресной книжки интерфейса создания конференции чатики и история все довольно компактно здесь размещено если еще раз нажать на мышку все это исчезает остается только видео полноэкранном режиме вот вот полноэкранный режим то есть интерфейс скрывается все достаточно просто давайте полноэкранный режим чтобы было больше ну собственно говоря появилась размер окна произвольно менять можно сейчас давайте вот да в отличие от 6 от 6 версии вот размер окна меняется произвольно адресные книги появились группы да то есть вот сейчас вот можно отображать списком групп а вот такого не было 63 вот именно так то есть у меня есть прекрасным образом группы и более того ну естественно появился функционал я могу сразу создать конференцию прямо на всю группу очень удобная история на самом деле влажная что дальше значит либо вы показываете все списком как обычно ничего не изменилось можно показывать только пользователей в сети красненьких не показывать либо вообще всех полная красота так компактный режим я подсказываю показать я у нас тут мастер через предпочтение до появилась кстати новое меню настройки здесь можно компактный режим отображения списка контактов поставить ну просто больше людей больше людей влезает без аватар с группами это выглядит соответственно вот так а а никого дома нет по изменилось меню настройки теперь здесь такое более весело выглядящие настройкой камеры настройка яркости и всего прочего как обычно да не забывайте у большинства камер которые вы принесете из магазина в драйверах скорее всего бы стоит 60 герц имейте это ввиду да естественно это доступ к драйверу камеры это делает не программа trueconv это драйвер камеры но его нас и его на их настройки собственно приезжают сюда здесь дальше классические наши прозеркальные изображения да то есть история про причёсывание как это все сотрудники компании trueconv могут причёсываться когда изображение вот так это вот сложно но можно но на самом деле галочка зеркальное изображение делает немножко более удобным именно self-view но когда вы показываете какую-то бумажку в self-view она у вас будет зеркальном изображении не бойтесь на ту сторону все равно уйдет хорошо увеличенная частота кадров если ваша камера умеет скажем так позволяет чуть чуть больше кадров чем нужно отображаться в self-view будет чуть лучше и соответственно мы постараемся если скажем так это касается приличных камер типа logitech 900 20 30 позволяет немножко повысить частоту кадров передач по факту на плохих камерах ничего не изменится на хороших станет лучше но при этом расход собственно процессора немножко увеличится иметь это изменить фото изображение это самая веселая функция мы потом покажем зачем это сделано тоже есть вопросы ну и соответственно здесь выбор устройств звук видео звук и динамики все здесь настраивается их подавление яру понятно да если у вас какое-либо устройство использует встроенный аппарат на их подавление лучше отключать их подавление на их подавление работать не очень корректно просто ничего хорошего не добьетесь в этих дальше менюшечка которая собственно говоря позволяет выводить звонки например на какое-то другое звуковое устройство или вообще нет вот я сейчас сделал вообще нет но конкретно контролировать какие звуки будут выдаваться она спросили много раз это сделать что звук чтоб шел через одни колонки вызова конференция производилась через другие настройки сети ничего не поменялось кроме приятных моментов вот здесь вот появилась память предыдущих серверов у кого один сервер может быть неважно а у кого например кто переключается между облачным сервисом нашим и своим сервером это удобно раньше надо было иметь два приложения сейчас можно спокойненько одним приложением обойти более того в принципе в нашей концепции 6 версии клиентского приложения было важно что у вас одно приложение работа только с сервисом а второе приложение только с вашим сервером все можно одно и то же использовать причем при переключении он запомнит ваш лакин пароль что приятно галка запрет прямого соединения классическая галочка также осталось неизменным сервер умеет сервер умеет соединять два клиентских приложений напрямую если это возможно то есть если вы находитесь в одной локальной сети понятно гнаете ваш виде от медиа трафик через сервер ну нелогично если сервер в другой сетке находится сервер определяет что вы рядышком ну или давайте так или вы оба допустим в близких сетях за натом и явно мы видим что трафик между вами пойдет немножечко быстрее и приятнее и качественнее чем через сервер в этом ситуации сервер сделает все чтобы вас соединить там и над холл панчинг там еще всякая понятная на мой айтишная магия но это все можно отключить нажимаете галочку запретить прямое соединение и у вас пойдет связь только с сервером особенно это интересно если у вас например наш порт обычно 43 07 отпустили только на сервер видео сервер в принципе сама система и так разберется что у вас нет прямого соединения не подключить но иногда это скажем так полезно знать что такая возможность ограничения да если в шестерке ограничения в предыдущей версии клиент ограничения заканчивался на 4 мегабит смотрите тут прям аж на 10 до зачем пресловутой 4к подключаете логитек брия к ай пятом или а седьмом получаете 4k 4k стартует от 8 мегабит качество космос но на самом деле мы вам можем если у вас прям 4k хорошая камера мы всегда можем подсказать как добиться еще более высокого качества она достижима на 20 мегабитах который здесь нет на 20 мегабитах это не просто космос это прям совсем фантастика естественно это хорошо раскрывается только на каком-нибудь 80 дюймовом 4к дисплея не является сейчас чем-то таким необычным минутка рекламы да если вам нужны 4к камеры вы всегда можете найти появился отдельное ограничение для передачи файлов файлы передаются теперь через чатик просто ну на самом деле как вайбере каком-нибудь телеграме в этом смысле никакой разницы нет единственное но в новой версии сервера файлы передаются по технологии бит торрент мы решили не изобретать велосипед просто используем технологию для того чтобы в ситуации в ситуации можно было в ситуации когда у вас много людей из одного офиса много людей из другого офиса канал не убить передачи какой-нибудь приличной excel таблички или там какого-нибудь видео файлика для того чтобы вы могли передавать один файл по факту уедет тот дальний офис там уже клиенты между собой разберутся обычно ничего сверхъестественного ограничения ставятся до ограничения в принципе формально их нету но на сервере можно на сервере последних версий можно установить общее ограничение хранилище файлового зачем вас ограничивать смысла сетевой тест в принципе не изменился то есть можно начать тест провести его вот сейчас я провожу тестик быстренько цифры кошмарные задержка больше секунды да да есть хинт как запустить два клиента это всегда может ну вот собственно говоря подробности можно посмотреть ширина полосы задержки а вот это пингер разница между пингом и видеоконференции доста задержка видеоконференции достаточно прилично включает себя обработку и так далее так так ну собственно говоря это основные истории здесь все настройках все понятно появилось много настроек про конференции новые да то есть как раскладка будет да то есть вы сами контролируетесь теперь какого типа будет расклад если раньше в шестерке были доступны в основном вот эти раскладки да то есть уголочки в левом уголочке все основное в последней шестерочки в последних шестом клиентах мы добавили еще всевозможные как раз вот это с перехлестом но это очень сложно было включить сейчас все наглядно можно посмотреть но если у вас клиенту подключена ptz камера какая-либо то есть она может быть или ювиси или ну то есть управляемая по юсб или управляемая через какой-либо из только как какой-либо другой интерфейс подключены компьютера давно там через если сериал вы подключите можно разрешить использование что что я сейчас все покажу так дальше обзора собственно говоря языки ну тут все понятно языков пока мало будет больше здесь видео появилась видеозапись наконец собственно здесь куда она пишется настройки видео mp4 мкв все поддерживается ну и тут какие-то здесь история такая что здесь теперь появляется рейтинг системы я например не очень мечтать рейтинг системы а вот наш служба поддержки может и если у вас какие-то вопросы возникает вот это скриншотик не или вот сохранить можно файл не помешает для того чтобы вам техподдержка наша оказала действительно серьезную поддержку из того что они не изменилось номер набиратель как был так и остался при желании можно набрать чей-то номер и позвонить ну кому диктой на самом деле что просто идет звонок да у нас подключена к этому серверу наша атска внутренняя соответственно звонки проходят через нее сначала альон я тебе звонил до определяется наша тска что ты сбросила звонок леона на айфоне не может поднять трубку давайте все поможем леона давай поднимать трубку нет айфон отказывается поднимать о случилось так но понятно что к сожалению вместо ее видео я вижу черную это самое но уже не очень черный ведь там есть даже какой-то люди не пугайся старались не пучает давай чек с мобильной с конференцией скачать как нам клиенте принципе в старом это можно было сделать так положим трубку вернем меня на их да здесь история во звонков и так далее все это все это доступно так теперь перейдем конференции конференциях стали доступны несколько интересных историй ну во первых как создать конференцию теперь вот это все выведено вот на эту кнопочку типы конференции все здесь указаны симметричная допустим вот я сейчас создам конференции и на приглашаю сюда людей вот это вот это вот это вот это вот этого 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 вот собственно конференции к сожалению звук на телефоне забыл выключить я виноват вот я в конференции вот мои друзья боты ну и по клику я меняю раскладку на оверлей внизу они располагаются мои ребята ну и вот я сделаю побольше наш проиграли делаем побольше ваню он как бы сейчас прям отражает все чаяния да да так вот как все это работает здесь настройках собственно говоря в меню управления конференцией сразу появляется функционал который собственно говоря относится именно конференции ну во первых мы видим инструментов мы видим участник вот они наши участники по правому клику я могу что-нибудь с участником сделать выключить ему микрофон включить ему микрофон выключить прием аудио для себя посмотреть информацию ну и самый веселый пункт удалить участник в инструментах я могу поиграть с раскладкой отсюда можно удаленно включить камеру можно ну либо камера была у человека появилась кстати вот такая кнопочка можно сделать чек большим одним дальше здесь появился чат конференции прям сразу отсюда а не надо его искать где там где чат конференции вот запись показ презентации пока сканта как бы информация конференции вот собственно теперь я добавлю еще несколько человек живых уже покажу вам автоматическое смещение акцента смотрите вот в этом режиме она не работает кого добавить живым приходит смотрите то есть история следующая что в режиме когда один больше остальных привкли активации автоматическое смещение акцент наговорящего участника случае если участник говорит он становится большим так у нас только бота кому бы еще позвонить да как позвонить ну можно по телефону сейчас добавить опять же леона я уже набирал я могу также заново набрать и позвонить и добавить по телефону то есть то что вопрос как добавить по телефону пользоваться во время конференции так и добавляет добавляется стопано это конференция но я кстати не остановил я вышел только с конференции и в любой момент я могу не вернуться это надеюсь вы все знаете как это работает просто я создаю любую конференцию система автоматически помню что я в конференции был я был ее ведущим и возвращает меня до тех пор пока я не сделаю завершить конференцию для всех все конференции больше нету никуда не так у нас по плану дальше заход контента ну на самом деле вот сейчас часто вот ведущий вылетает во всех наших из 6 версии и ранее всегда было что ведущий даже если вылетает нажимает кнопку создать конференцию попадает обратно это общая наша идеология она не менялась уже много-много лет наверно 10 вот звонок леоне у меня это выглядит на моем дисплее это выглядит как с там и написано дмитрий одинцов у леона так и если я хочу показать свой экран допустим вот этот я показываю его вот леона видит мой экран ну собственно здесь никаких сложностей нету захват контента он всегда так и был единственное что смотрите если раньше захват контента был только контента то сейчас правом нижнем углу вы видите еще и мое видео то есть формально это как раз есть то самое полтора видео датни долл видео полтора видео когда у вас есть еще окошечко с видео который идет параллельно с собственно говоря с контентом который вас достаточно удобная вещь когда вы ведете вебинар это достаточно закрыть или спрятать давайте попробуем если два тв можно пока с работе на втором канале на первом можно но как бы в данном режиме у вас просто только один поток вот я видео убрал остался только небольшой интерфейс управление ну чтобы у вас была кнопка закончить всю эту историю закончили показываем свои коллеги помогите там в портации карточек на уровне sd придата к сожалению мы не можем контролировать качество на удаленной стороне особенно в браузере и то есть нюанс в портации ну естественно требуется более высокий канал переводите в конференцию николай просто выбрав режим одноразового клиента не айдини пин вас не спросит я показываю одновременно и себя и идет один видеопоток а теперь я могу переключиться на режим видео в отдельном окне сейчас ли он получает от меня поток видео и поток с моего рабочего стола то есть формально это как раз есть dual если у нас есть какое-то устройство с сиповое или проще как раз второй как второй канал будет сюда отображаться итак у нас есть конференция нас есть участники и у этих участников удаленный я могу выключить микрофон выключить камеру если вдруг кто-то выключить свою камеру то я ее могу включить сейчас давайте ладно попробуем вот нас есть леона она может я и могу выключить камеру могу включить и камеру вот а теперь ли он выключить себе камеру я ее включаю удален то есть во время конференции если кто-то из участников конференции выключит себе камеру только не выдернет ее до а вот к сожалению мы не можем удаленно и вставить usb порт мы работаем над этим но боюсь нужно время и лучше если человек просто условно говоря выключил камеру нажал символ не вещание это можно исправить по-другому к сожалению никак то же самое с микрофоном человек можете отключить микрофон ведущий удаленно может все это по поводу одноразового клиента да потому что у вас нет авторизации на наш сервер поэтому только одноразовый если если вас прокси надо настроить прокси но тут проще лучше выбраться я думаю что это одна из причин почему у вас такой плохой качестве классический интерфейс чуть-чуть изменен по сути на самом деле конечно ничего не поменялось то есть у вас есть вот сразу отсюда переход в настройки куда вы будете писать видео в каком формате каком качестве кстати раньше не было выбора качества сейчас появилась и выбор mp4 mkv а вишку дел хозяйство любят что можно писать пишем full hd нету на самом деле в реестре я уверен что можно как-нибудь сделать включить у нас как обычно большинство таких вещей является полу беты то есть скрыто от пользователя по сути если прям вам надо писать локально full hd но приготовьте i7 хороший и потому что будет скажем так серьезно писать можно всю конференцию микширована записывать собственное изображение ну или кого-то конкретно пишу всех пользователей пишется всем идет у меня запись я запишу секунд 10 и покажу да много места на диске тоже нужно ну на самом деле вопрос так вот я записал откроется папочка у меня уже стоит вилси вот моя запись калай пока к сожалению не могу вас позвать ой какой у меня тут красота вот еще раз покажу запись от кого-то нет видео а вот ну собственно да запись прошла вилси играет это без всяких проблем для большинства остальных случаев если у вас какой-то там хитрый плеер рекомендую все-таки поставить какой-то правильный кодек пэк обычно vp8 есть в любом кодек пэке либо отдельно доступен как vbm или как vp8 в каких-то альтернативных кодек пэках не бог весть что да стандартно если грубо говоря на голом windows вряд ли заиграет с другой стороны загрузка на youtube как 1 произойдет так завершу конференцию меня просили сказать пару слов об нтлм инсификации ну тут как бы в принципе показывать сложно то есть у вас если есть домен если все настроено адекватно соответственно сервер засунутся опять же в этот домен и там все тоже активировано то теоретики ну как не теоретически а практически запускается клиент который входит в часть их сервера сразу не любите вы мою мышку она тоже обидится соответственно сервер тут же подключится ну то есть клиент подключится к серверу без ввода логин дополнительных каких-либо логинов паролей опять же повторюсь для этого требуется нормальная корректная настройка подключения кадр самая жуткая функция которая у нас здесь есть это замена фона значит зачем мы ее сделали просили очень многие как мы сделали но мы ее полгода на людях тестили в принципе добились какого-то результата не могу сказать что это прям супер хорошо но тем не менее вот можно поиграть это дело так ну что же до нового года далеко но можно потренироваться вот собственно говоря замена фона я выбрал картинку с кремлем видите результат можно поиграться поменять разные подменяет разные фон и поиграться с тем который более-менее адекватно работает с вашим окружением за точно это все все таки под более-менее некий стандартный цвет да но мы работаем над тем чтобы в принципе эти любое даже статьи любое статичное за вами изображение подменялось на картинку не обязательно один цвет да не обязательно хромакей просто понятно что с хромакей с понятным цветом там взяли ровным зеленым или ровным синим это будет работать однозначно лучше но если у вас сзади просто какое-то статичное изображение ну не изображение просто полки какие-нибудь мебель еще что-нибудь поиграетесь есть шанс что это изменить все будет нормально то есть вот я двигаюсь я определяю системой как собственно говоря тот самый объект который надо выпить все остальное что не двигается за мной от заменить на на фон она и стандартная ну то есть там ничего обычная пнг-шка могу для красоты заменить на чистой силе вот или вот почему-то команда которая готовила я сказал что этот фон самый лучший ну окей вернусь назад да вы видите что у меня там не совсем все ровный хромакей да у меня синий задник но довольно мятый клиент ведется на телевизор 4k но если вы делаете full screen то все замечательно так конечно хорошо было подрастянуть а потом у вас все фоны там фанты будут на 4k дисплей и так маленькие если вы ставите 4k дисплей в переговорку на самом деле делаете full screen и все а потом для переговорных мы все равно рекомендуем не клиентское приложение а терминал другом терминал его можно скачать управляется он через веб с любого планшета телефона гораздо проще и легче для мака для линукса клиент в принципе как вы помните кто использовал он очень похож но чуть-чуть отстаёт от виндова в данный момент осени ситуация исправится и мы придем к тому что все клиентские приложения будут выглядеть одинаково старое клиентское приложение еще будет работать наверное некоторое время с новыми серверами но я думаю что осенью уже произойдет тот самый момент когда старое клиентское приложение к новым серверам уже конекции не будет поэтому если вы планируете апгрейд сервера ими имейте ввиду ими имейте ввиду что будет происходить вам потребуется обновляйте клиентские приложения в принципе это не так сложно да в любом случае вы запускаете ставите новый сервер устанавливаете минимальную версию клиента и как ваши пользователи при входе старым клиентам получат предложение обновиться вот и все ну что же про новый клиент это все на маке боится возможность рассматриваться с рабочего стола с windows ну да конечно в этом и смысл собственно на этом непосредственно представление нового клиентского приложения я заканчиваю если есть вопросы именно по новому клиенту с удовольствием готов ответить если у вас есть вопросы в поддержку лучше все же таки поддержку предложение можете здесь писать все знаете знаешь что версии 4 2 виде потока из приложения а если вы хотите показывать все четыре потока одновременно то есть софтверные видео микшеры которые это позволяют вам с реализовать картинку при одновременно но можно не 4 клиента наверное не лучший способ да просто это достаточно затратная по каналу получится история в любом случае а клиент будет обновлен я же грипп осенью так по поводу трансляции многопотоковой трансляции это вопрос немножечко такой он выходит за пределы видеоконференции потому что вы именно транслируете до потоки обратной связи там же нет не предполагается теоретически я говорю с нашим приложением можно это организовать или через какой-нибудь внешний видео микшер когда вы одну картинку в итоге создаете из четырех либо запустить ну условно поставить два компьютера с двумя клиентами если мы говорим о медицинской истории то там добавление одного компьютера не сильно увеличивается может незаметно не заметится на фоне стоимости всего остального оборудования поэтому это вполне так и реализуется в данный момент у нас достаточно много проектов медицинских которые собственно времена так и используют мы рекомендуем один поток один компьютер ну просто для качества здесь качество важнее всего и любые средства хорошо видео с двух разных веб-камер еще раз видео внешний видео микшер может это сделать уже сейчас веб камы нет него как манекам сплиткам умеет делать много всякой магии мы ее повторять конечно планируем но вряд ли повторим настолько хорошо как эти ребята то есть есть это просто отдельные истории программные видео микшеры оба студию ну вариант то почему нет то есть я люблю манекам дел хозяйской собственно с каналами я не понял вопрос честно будет ли какой нужен канал для vprtc хороший нужен там вообще нету собственно говорят предсказать вам какой канал клиентским приложением когда вы работаете с vprtc является ваш браузер не google не опера не firefox не и тем более остальные ребята не тратят много сил и времени на развитие vprtc своих продуктов сожалению боль того смогу страшную историю рассказать google например в месяц назад сломал vprtc на несколько часов то есть них был релиз который автоматически обновился куча людей и там просто не работал vprtc через буквально несколько часов релиз был заменен уже с нормально работающим в апартамент но эти несколько часов были катастрофы покажите хромакейс очень показывает как не показывал кремль видели за мной давайте ничего париж николай вот специально для вас вам про вам любой каприз ну то есть видно вот тут по краю немножко прыгает да ну как бы это хромакей супер-пупер хромакей наверно я даже не знаю в телестудиях конечно они по посерьезнее ребят все делает но местами видно что и и и не очень опять же есть всякие внешние фильтры для веб-камер которые может быть вообще не они обычно хуже даже работают вот тут у меня на рубашке иногда срыв идет то есть есть над чем работать но здесь история очень простая что чем больше вы этим пользуетесь чем больше отзывов мы получаем тем больше мы понимаем что вы этим этим салом пользуетесь соответственно мы что-то делаем с начинаем это дело улучшать естественно в контакте с нашими пользователями если вы можете брать в новом клиенте включение в соцсети стоит очень своему серверу уши еще куда уши еще вот уши в новом клиенте включение в соцсети и траляля но если вы соцсети скорее мобильная история да то есть в новом клиенте вот в этом клиенте нету подключение никакие социальные сети меня у нас есть когда вы в облачный сервис ходите вот вот вас вот здесь вот вот здесь вот есть рук он сервер все вот только сюда совсем убрать это все нет то есть вы уходите убрать вот этот пункт ну кастомная разработка все делается вопрос бюджета так сделайте чтобы на сером фоне работала не понимаю можно расшифровать что сделать какой хромакея у нас нет хромакея цвета так у нас есть замена фона замена фона на синенький вам дать делать не понимаю нужно статично изображать стена серая но не надо мне не обязательно в синий цвет красить еще раз работает на любом статичном может быть ну пробуйте тут как бы уже попробовали с новым клиентами в идеале в идеале это должен просто ровный александр но вы можете еще раз то есть вот в этом и фишка что пожалуйста скриншоте кинам служба поддержки которая просто подскажет или что подскажет что делать или возьмет это в работу для этого собственно говоря чате наша поддержка есть и для этого мы делаем вот такие релизы ну что есть еще вопросы по клиенту синий фон возможно на низкой но не исключаю что пока как бы лучшие результаты если вы хотите о лучших результатах то они только на стандарт да 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 к сожалению сделать сразу такую вещь которая ну скажем так ее использовать мы посмотрим на статистику потом по использованию если это действительно будет часто пользоваться как собственно всегда мы делаем если функция востребованные часто используем то эта функция поддерживается улучшается и тра-ля-ля если функции не используется у нас много функций из прошлых версий которые просто не использовались людьми мы их убрали кто не заметил даже александр синий фон можно сделать достаточно быстро быстрее чем мы можем что-либо исправить поверьте плюс всегда мы плюс всегда можно сделать взять какой-нибудь внешний опять же какой-нибудь внешний видео микшер программной и они это тоже умеют с каким-то успехом с переменным успехом вряд ли ну то есть я думаю что это коррелируется с нашим решением но тем не менее можете попробовать любой другой внешний видео микшер и замену фон окей на этом я смотрю тогда все так постановление сервера но это вопрос уже все таки не по клиенту это вопрос уже в поддержку поддержка 49 хрома извините я боюсь что кстати здесь ответ будет очень вполне себе простой xp уже не поддерживается микрософтом нами и к сожалению мы можем только констатировать факт что да под xp xp уже мало кто любит в плане поддержки хорошая система была но уже пережила себя саму хроме кстати я думаю что хроме он то будет работать не используйте chrome используйте хроме окей на этом мы прощаемся с вами спасибо что пришли надеюсь что наша сборная нас порадует все таки если у вас есть вопросы пишите нам на семинар другом фру именно по семинару техническая поддержка всегда доступна опять же если есть вопросы по новому клиенту и какие-то сложности задавайте пишите не стесняйтесь ну собственно говоря спасибо что используете наш продукт и приходите все спасибо большое хорошего дня спасибо 0 0 0 0 0